Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и буквально вчера вышел патч к Сидмерс Цивилизейшн 6 Rise and Fall, как сами Фераксис его называют, мартовское обновление. Довольно много правок, я постараюсь в этом коротком видео отметить самые значимые. Кстати, перед выходом патча Фераксис даже записала видео с Эдом Бичем, то бишь главным геймдизайнером Сидмерс Цивилизейшн 6 в главной роли, в котором рассказывали о том, что будет в этом патче. Забавно, ну давайте я попробую его дополнить. Из важных и интересных изменений и фиксов отмечу, во-первых, теперь здания в развлекательном районе начинают давать, кроме счастья, еще и некоторые дополнительные бонусы. Так, например, арена дает плюс одну культуру и плюс один туризм вход после открытия определенной технологии. Зоопарк дает плюс одну науку от всех тропических лесов и болот, которые обрабатывает этот город. Представьте, какой бонус для подобных городов. Это что-то типа университета в пятой Циве, только теперь это зоопарк. А стадион будет давать два туризма вход, если в городе 10 населения, и пять туризма вход, если в городе 20 населения. Исправили баг, когда общая видимость бывшим союзникам распространяется, даже если они в войне. Правда, я так и не увидел в патчлогах, чтобы исправили другой баг союзов, когда бывшие союзники могли продолжать ходить по территории друг друга, даже несмотря на то, что и союз, и дружба у них закончены. Стреляющие юниты будут считаться в городе на возвышенности, если в этом городе построены стены. То есть город, например, стоит на равнине, но если в нем построена стена, то лучник или арбалет или пушка в этом городе считается, как будто она стоит на холме. Уменьшено количество ходов, необходимое для возвращения губернатора, если его шпионы из города достали. Слава богу. Раньше это, оказывается, не было отскалировано по скорости игры. Теперь на сетевой скорости это будет намного быстрее. Но само размещение губернаторов не изменил. Как было пять ходов для всех губернаторов и три хода для Виктора, так и осталось. Добавили исторические моменты, если вы находите чудеса природы, которые уже кто-то до вас нашел. Раньше за это не давали очки эры, теперь будут давать плюс одну очко. Немного поправили полдеры для Голландии, теперь их можно строить почаще, а то слишком уж суровые условия для их постройки были. Военные альянсы будут давать бонусы и против городов и государств, потому что раньше они давали бонусы только для игроков друг против друга. Несколько изменений для искусственного интеллекта. Самое важное нам обещают, что он теперь лучше будет идти по технологическому древу и дереву социальных политик, но я, сыграв против компьютера одну партию, этого не ощутил, честно говоря. Теперь, кстати, исторические моменты будут показываться в конце игры. Вы их сможете посмотреть. Видимо, это такая легкая замена мультика по захвату карты, как было в прошлых целых. Немного исправили плашку для городов, потому что раньше сложновато было попасть в название города, чтобы не открыть какую-нибудь линзу. Меня это очень раздражало, сейчас я поиграл, немного лучше стало все-таки. На экране вашего лидера теперь больше информации о том, какие у него бонусы, какие у него уникальные юниты и так далее. Ну и вообще, слегка улучшили интерфейс дипломатии. Например, для научных договоров, если вы в научном союзе, вам теперь флажком в дереве технологий будет показываться, какую технологию исследует ваш партнер по научному союзу для того, чтобы вам эту технологию не исследовать. Напомню, третий уровень научного союза дает ускорение для технологий, которые исследовал ваш партнер по союзу. Кроме того, иконки союзов теперь обозначают, в каком виде союза вы находитесь. Не запоминайте это все. Ну и исправлено с два десятка багов, правда, не особо важные. Например, в одной из последних игр мы выяснили, что оказывается, самолеты, посаженные на авианосца, теряют приблизительно 20% силы. Однако, в этом патчноуте это не исправлено. Так что я вам заранее вас предупреждаю, не используйте самолеты пока на авианосцах. Такое ощущение, что игра считает, будто это юнит, спущенный на воду, и поэтому ему надо снять силу, хотя на самом деле это самолет на авианосце. Это явный баг, который надо править. Самолеты должны быть и в самолете, и на авианосце с одинаковой силой. Этот обзор выходит при поддержке глобальной космической браузерной стратегии consolewar.ru. Несмотря на то, что партии там длятся месяцами, к любой из них вы можете присоединиться в любой момент и совершенно спокойно развиваться на уровне со старыми игроками. Загляните на сайт consolewar.ru. И да, конечно, не добавлена очередь строительства, но я уже с этим смирился, и в некотором роде я понимаю, почему они эту очередь не добавляют, потому что каждый ход требуется очень много расчетов, потому что изменяются параметры в городах, изменяется стоимость строительства районов, юнитов и так далее, и так далее, чего не было в прошлых цивах. И если в очереди будет хотя бы пять позиций, для которых надо изменить расчет молотков для отображения, то игра будет очень серьезно тормозить и в сетевых играх тоже. Еще один момент, который я считаю должен быть поправлен, и в этом патч он не исправлен, я проверил, опять же, по играм, это нормальное распределение наций на карте. Опять я вот запустил, например, против компьютера, и в шести клетках от меня аж две другие столицы оказались, что, конечно, не очень равномерное распределение по карте. Явно кто-то в стороне с большой территории оставался. Так что нет предела совершенства. Но, в принципе, в плане интерфейса игру уже неплохо так отполировали. Ну, еще из интересного, разработчики утверждают, что они заставили города-государства больше защищаться, у них большая защитная инициатива, потому что на высоких уровнях сложности компьютерные игроки слишком часто и быстро их захватывают. Но, откровенно говоря, я специально на Императоре, например, запустил, даже не на Божестве. И все равно к 40-му ходу четыре города-государства было захвачено. По-моему, не особо это изменение повлияло. В общем, вот так кратенько о том, что появилось в этом патче. Ссылка на патчлок вы можете увидеть в описании. Серьезных изменений нету, скорее такие косметические правки баланса и интерфейса, больше даже по интерфейсу. Но не рассказать о нем я не мог. Ваше мнение, опять же, пишите в комментариях. Может, я что-то значимое упустил. Поправьте меня, пожалуйста. А на этом все. Загляните на console.war.ru, ссылка в описании. И играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Играйте в умные игры.